Приветствую всех! Мы сегодня решили снять небольшое видео для вас. Традиционно Анатолий Козловский заходит в лавку специй раз в неделю. Это доктор Аюрведа. Мы всегда рады его видеть. И хотим познакомить вас с теми продуктами, которые он готовит уникальным образом по своим собственным рецептурам, либо соблюдая классические рецептуры. И сегодня мы хотим поговорить об одном из его продуктов. Толик. Я приветствую всех. Сегодня хотела бы поговорить о топленом сливочном масле или кхи. Вот как он выглядит. Это классический продукт, который очень широко используется в пищу в Индии и широко описан в классических аюрведических трактатах. Он очень не рекомендуется для употребления и имеет широкий спектр положительных влияний на организм человека. Подскажи, пожалуйста, конкретно ты из чего делаешь свое масло? Потому что приходят люди и спрашивают, а из чего делается это масло? То есть очень важно знать, что оно сварено не из магазинового масла. Это масло готовится из домашнего масла, которое я заказываю уже на протяжении нескольких лет у одного и того же поставщика. То есть это проверенное маленькое фермерское хозяйство, то есть буквально там на три коровы. Масло многократно проверено, оно очень высокого качества. И я сам его регулярно употребляю в пищу и в виде сливочного масла, и уже в виде приготовленного. И всегда это свежее, вкусное, ароматное масло. Скажи, пожалуйста, чем оно отличается от сливочного масла? По каким-то свойствам, характеристикам? В чем его польза в отличие от сливочного масла? Самое главное отличие кхи от сливочного масла в том, что кхи в процессе приготовления избавляется от всех белковых компонентов, от всех дополнительных ингредиентов, и это чистый сливочный жир. Чем он полезен? Кому он полезен? Можно ли его всем? Кхи является очень полезным продуктом, и оно полезно всем. Большей частью людям с худощавым телосложением, либо средним телосложением. То есть людям с избыточным весом оно полезно в умеренном количестве. Для остальных людей оно очень полезно. Основная польза в том, что это чистый жир животного происхождения, который благоприятно влияет на всю пищеварительную систему. При том, что кхи имеет сладкий вкус, имеет охлаждающую природу, но помогает улучшать пищеварение, то есть разжигает огонь пищеварения, помогает усвоению пищи за счет мягкой стимуляции желчного, и помогает увлажнить организм, напитать его необходимыми жирами, для того, чтобы весь кишечный тракт, кожа, мышцы человека были более эластичными и лучше справлялись с теми нагрузками, которые сейчас у человека ежедневно. Скажи, пожалуйста, с какого возраста можно будет детям? В небольших количествах кхи можно добавлять в пищу детям с того момента, как дети начинают кушать обычную еду. У меня так и произошло, да. У меня когда дочка была совсем маленькая, я уже именно топленое масло ее добавляла. Более того, мне посоветовали, я, к сожалению, тебя тогда еще не знала, но мне посоветовали тоже по Эрведе делать массаж с топленым маслом. Да. Подогревать масло и вот хорошо голову, и тогда ребенок успокаивается, и кожа очень мягенькая, никогда не было никаких опрелостей. С помощью кхи очень хорошо делать массажи грудничкам. Я делаю детский массаж грудничковый и для более взрослых детей, и вот первые месяцы жизни, особенно очень хорошо делать с помощью кхи, причем берется тесто, которое делается, шарики, смачиваются в теплом кхи и вот катаются по телу. Детям очень нравится, очень легко снимается гипертонус мышц и напитывается тело. Если ребенку не хватает каких-то питательных веществ в молоке, то кхи помогают напитать тело и дать питание ребенку таким путем. Скажи, я вот на нем привыкла жарить. Правда же, его можно использовать в еду, и термическая обработка ему абсолютно не страшна, даже наоборот, полезно горячую еду готовить на топленом масле. Да, на топленом масле очень полезно готовить. Единственной альтернативой топленому маслу является только кокосовое, ну, в какой-то мере кунжутное. Они тоже имеют высокую температуру горения. Аналогов кхи в этом плане нет. И я так понимаю, кхи, оно хорошо круглый год, да? То есть не только зимой или летом, или есть какие-то сезонные рекомендации. То есть я бы, в принципе, ем круглый год. Его можно употреблять круглый год. Единственное, может быть, периоды холодной, сырой погоды можно в меньшем количестве употреблять. Или добавлять специи. Да, либо добавлять специи. Летом кхи хорошо охлаждают тело. А зимой оно помогает улучшать пищеварение. Ну, летом тоже улучшает пищеварение. Особенно в жару, когда солнечные лучи настолько сильные, что человеку кушать не хочется, да? То чайная ложечка кхи очень хорошо поможет как раз в этом вопросе. У меня иногда даже вот трапезой я когда поела, и чего-то вроде бы еще хочется. То есть не закончено. Вот это чувство незаконченности. Я беру кусочек хлеба совсем небольшой, кусочек масла, и насыпаю адыгейской соли. И все. И у меня заканчивается еда таким образом. У меня на том же самое, да. Также кусочек хлеба с кхи, и вопрос в прямом пище закрыт. Да. Хорошо, спасибо тебе большое. Что-то еще можно добавить про твой продукт? Кхи... Как его хранить, может быть? Кхи, качественно приготовленный кхи, не портится. Оно может храниться просто в темном месте без доступа прямых лучей солнца. И более того, чем кхи более старое, тем оно лучше. То есть аэрведические препараты из разряда гриды готовятся на кхи, которому год. И в шерстрах указано, что кхи, которому 10 лет, лечит любые кожные заболевания. То есть просто нанесение наружное помогает в этом вопросе. Да, у меня когда кожа слишком сильно пересыхает на руках, я вот беру именно топленое масло и топленым маслом смазываю. Либо у кого вот сохнет сильно там руки или ноги, да, вот можно просто потом укутывание делать самостоятельно. Это вот не хуже, чем парафинотерапия будет. Даже лучше. Самый лучший крем аэрведический, который существует, это кхи, просто взбитая с родниковой водой, либо лечебным отваром. И называется шататхаутагриды, то есть 100 раз взбитое масло. Это самый древний рецепт крема, который существует в мире в данный момент. Спасибо тебе большое. Приходи в следующий раз, расскажешь нам про какой-нибудь следующий твой продукт. Спасибо за внимание. Обязательно. Спасибо. Пока. Пока, пока.